Доброе утро! Это программа Медиаполе. С вами Юлия Якушева о самом актуальном и интересном в информационной повестке за минувший день прямо сейчас. На днях Краевой Миноборнауки раскрыл данные о зарплатах директоров, их заместителей и главных бухгалтеров 60 средних специальных учебных заведений Пермского края. Примечательно, что руководители больше половины СУЗов, в больше 40 учебных заведений зафиксировали среднемесячную зарплату свыше 100 тысяч рублей, отмечает портал проперем.ру. Так, самым богатым директором стал руководитель Пермского техникума отраслевых технологий Виктор Погодин, который получает в месяц 160 267 рублей. Вторым по размеру заработка является директор Тобрянского гуманитарно-технологического техникума Рудольф Шилов. 158 351 рубль. Эту должность он занимает с 2011 года. По совместительству господин Шилов работает председателем Гордумы Добрянки. В материале новой газеты «За что главного врача районной больницы в Пермском крае поддержали больные и уволило начальство? И почему современная больница в глубинке обречена на упадок?» Так, в Иинской районной больнице Пермского края, построенный Лукоилом за 300 миллионов рублей, напичканный высокотехнологичным оборудованием за два года существования, сменилось в несколько главных врачей. Один из них проходил по уголовному делу за мошенничество, другой Дмитрий Барановский попытался начать лечить людей по правилам. Барановский продержался меньше полугода, пишет издание. За это время он нажил в Уинском друзей и врагов уже после увольнения организовал и провел в селе митинг за сохранение медицины. Вывел на главную площадь сотню человек. Нетипичный персонаж, заключает издание. Белый дом внес в Госдуму законопроект, позволяющий получать статус резидентов инновационного центра «Сколково» компаниям, расположенным в любых регионах России и не планирующим переезжать в Подмосковье, пишет коммерсант. Для этого центр будет заключать соглашение с региональными операторами. Предполагается, что они будут предоставлять на местах сервисы для стартапов, аналогичные с «Сколковским». Впрочем, для получения резидентства центра компаниям придется проходить те же процедуры отбора, что действуют и сейчас. Напомню, в сентябре 2017 года во время визита Владимира Путина в Пермь президент отреагировал на жалобу одного из выступающих на встречу, который попросил отменить новую законодательную норму, позволяющую получать «Сколковские льготы» только тем компаниям, которые физически присутствуют в «Сколково». Тогда Путин поручил профильным министерствам изучить вопрос. Это была программа «Медиаполе». До встречи в эфире.